Принц Гарри выдвинул условия своего появления на коронации Карла Третьего, которая состоится 6 мая. Герцог Сассекский потребовал извинений от старшего брата и отца, однако те отказались идти у него на поводу. Отмечается, что монарх готов пойти на мировую с младшим сыном, а вот принц Уильям отказывается даже от разговора. За что должна извиняться королевская семья? Как сказала покойная Елизавета II, воспоминания могут быть разными. Я не думаю, что его величество намерен извиняться за что-либо в настоящее время. Наоборот, в семье до сих пор очень напряженная атмосфера. Конечно, разговоры по поводу посещения Сассекскими коронацией будут идти в ближайшее время. Но извинения – это вряд ли. Действия Гарри принесли семье слишком много болей, сообщили инсайдеры Daily Mail. Неизвестно, появится ли принц Гарри со своей женой Меган Маркель на коронации, однако королевские обозреватели считают, что им лучше не прилетать в Великобританию. Решать королю, но я думаю, что всем до смерти уже надоел Гарри, цитирует Daily Mail слово Тома Бауэра. По мнению королевского эксперта Ричарда Фитцуэлемса, принц Гарри Меган Маркель, скорее всего, примут участие в коронации Карла Третьего. Хотя их и ждет множество ограничений, как было прошлым июнем, когда Сассекские прилетали на празднование платинового юбилея правления Елизаветы II, мы знаем, что и будут приглашать. Похоже, что это так. Что касается того, придут они или нет, ответ, вероятно, будет утвердительным. Не стоит забывать, в конце концов они получают свою работу только потому, что они члены королевской семьи. В результате они должны быть заметными фигурами на коронации в той или иной форме. Я думаю, что другие члены семьи будут продолжать обсуждать с ними погоду. Вряд ли состоится серьезный диалог. Мы знаем предысторию размолвки, и она не из приятных, считает Фитцуэлемс. Тот факт, что Гарри и Меган будут присутствовать на коронации, не означает, что они будут играть большую роль. Скорее всего, старшие члены королевской семьи позаботятся о том, чтобы светить заметность Сассекских к нулю. На днях в сети появились слухи, что Меган Маркель и принц Гарри ждут третьего ребенка. Сообщалось, что супруги объявят об этом 14 февраля, но этого не произошло. Тем не менее, недавно источник, близкий к паре, подтвердил интересное положение герцогини Сассекской в беседе с изданием Star Magazine и добавил, что семья очень взволнована известием. По словам инсайдера, принц Гарри рад, что вскоре станет отцом в третий раз. Они влюблены и считают это знаком вселенной. Они оба замечательные родители и они так взволнованы, сказал источник, добавив, что Меган хочет еще одного сына. Меган нравится видеть Гарри в маленьком личике Арчи. Кроме того, если у них появится еще один мальчик, Гарри не будет чувствовать себя в меньшинстве среди женщин в своем доме, и у Арчи может быть брат, с которым он сможет сблизиться, когда они вырастут. Конечно, маленькая девочка тоже будет замечательным подарком, заявил инсайдер. Отмечается, что герцогини Сассекская может объявить о своем положении после того, как пройдет первый триместр беременности. Она хочет быть уверенной, что все идет хорошо. Коронация нового короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Королевские инсайдеры рассказали, что монарх пригласил принца Гарри и Меган Маркель на церемонию, вопреки слухам. Об этом сообщило издание «Экспресс». Новый король хочет сохранить связь с младшим сыном и его женой при помощи заключения сделки. По словам источников, для этой цели его величество обратился за помощью к архиепископу Кентерберийскому. Карл III надеется найти мирное решение для обеих сторон. По данным Мэйлоэн Сандэй, в рамках соглашения с королем герцог и герцогиней Сассекской смогут получить высокое место для нахождения на церемонии, а также гарантии, что они сохранят свои титулы. Лагерь Гарри ясно дал понять, что идея о том, что он просто примет участие в коронации и будет вести себя прилично, а затем будет лишен своих титулов, была полной неудачей. Хотя в какой-то момент он может решить отказаться от своих титулов по собственному желанию, он возражает против того, чтобы его насильственно их лишили. Королевские эксперты уверены, принц Уильям получает удовольствие от анимационного унижения своего брата в мульчариале «Южный парк». Новая серия картины получила название «Всемирный тур по конфиденциальности». По сюжету принц Гарри, или «Принц Канады», и его жена Меган пытаются найти тихое место в маленьком горном городке. Один из персонажей эпизода рассказывает приятелям, что пара сводит его с ума. «Они везде, мелькают перед моим лицом», — говорит он. А в другом эпизоде мультяшный герцог и герцогини Сосекски скандируют, «Мы хотим конфиденциальности». Уильям, я уверен, не смотрит «Южный парк», — заявил источник, близкий к королевской семье, в программе «Доброе утро, Британия». Но я полагаю, что один из его друзей увидел это в социальных сетях и прислал ему ролик. Думаю, Уильям увидел это, и у него на лице появилась кривая ухмылка при просмотре. О реакции принца Гарри и Меган Маркель на выход серии «Южного парка» пока не сообщается. По словам королевского биографа Тома Бауэра, Меган Маркель вскоре может честь принца Гарри, лишним, в своей жизни, поскольку она слишком сосредоточена на собственных амбициях и успехах. Автор книги «Месть, Меган, Гарри и война между виндзорами» сказал ведущему GB News Дэну Вутону, что, по его мнению, Меган преследует свои корыстные интересы и сама выстраивает агрессивную маркетинговую кампанию. После ухода из королевской семьи в 2020 году и переезда в Калифорнию герцог и герцогиня Сосекские выпускают собственные проекты и делятся своими скандальными и провокационными историями о закулисной жизни дворца. И все это делается с подачи Маркель. Принц Гарри и Меган Маркель до сих пор не решили, будут ли они присутствовать на коронации Карла Третьего. Дело в том, что герцог Сосекский хочет встретиться с отцом и принцем Уильямом, прежде чем давать согласие на свой визит. Он всеми силами стремится избежать токсичного отношения к себе и Меган, как это было в июне, когда Сосекские прилетали на празднование платинового юбилея правления Елизаветы Второй, известно, что супруги уже приглашены на коронацию 6 мая. По словам инсайдеров из Букингемского дворца, некоторые из членов королевской семьи рвали и метали, узнав о решении Карла Третьего, ведь британская монархия понесла большие репутационные потери после выхода документального фильма о Сосекских на Netflix и появления на прилавках мемуаров принца Гарри, запасной. Что примечательно, больше всех возмущался принц Эндрю, которого в итоге не пригласили на торжественные мероприятия в честь коронации. Британская королева-консорт Камила, супруга короля Карла Третьего, заразилась коронавирусом. В понедельник об этом сообщил Букингемский дворец. Это уже второй раз, когда она заболевает Сио Ви и Айди-19. После симптомов простуды у ее величества королевы-консорта оказался положительный результат на вирус Сио Ви и Айди, говорится в официальном заявлении. В результате она отменила все публичные мероприятия на этой неделе. Впервые 75-летняя Камила подхватила коронавирус около года назад. Это произошло через несколько дней после того, как заболел ее муж, принц Чарльз. В сети активно циркулируют слухи о том, что скоро в семье Меган Маркель и принца Гарри будет прибавление. По информации испанской газеты Марка, супруги якобы готовятся сообщить радостную новость о беременности 14 февраля в День всех влюбленных. К слову, о второй беременности герцог и герцогини Сосекские объявили именно в самый романтичный праздник в году. Речь идет о малышке Лилибет, которая появилась на свет 4 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что Меган Маркель хочет родить третьего ребенка, чтобы преодолеть кризис в семейных отношениях и избежать развода с принцем Гарри. В семье Сосекских, по сведениям инсайдеров, действительно есть проблемы. Меган любыми способами пытается предотвратить расставание. Она захотела родить еще одного малыша, надеясь, что он сблизит их с мужем.